Утро от первого, мы на месте. Тринанс за руководством, вручили ревету, сквозь полосы. Узов принят, уезжаем. За минувшие сутки в городе произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых травму получили 5 человек. В час ночи авария с пострадавшими произошла в микрорайоне Нурсад. Здесь столкнулись автомашины Toyota Camry 35-й модели Mazda 626. Как рассказали свидетели происшествия, Mazda ехала по главной дороге улицы Байдебекби, а Toyota выезжала с второстепенной улицы, ведущей из микрорайона Нурсад. В момент аварии светофоры на перекрестке не работали, и, согласно правилам, Toyota должна была пропустить ехавшую по главной дороге Mazda. В результате столкновения травму получили водитель и три пассажира Toyota, которых врачи доставили в больницу скорой медицинской помощи. Машины получили серьезный материальный ущерб. Сейчас подробности этого ДТП выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции. А спустя полчаса, примерно в час 30, аварию полицейские зарегистрировали на улице Туркестанской, недалеко от ее пересечения с улицей Байтурсынова, рядом с поликлиникой Айболит. Здесь в аварии пострадали автомашины Audi A8 и ВАЗ-2114. Как рассказали участники ДТП, автомашины двигались во встречных направлениях. Audi ехала в сторону бульвара Кунаева, а ВАЗ-2114 направлялась к улице Байтурсынова. Касательное столкновение произошло в центре дороги, причем ВАЗ получил незначительное повреждение. По словам свидетелей, водитель Audi в последний момент, пытаясь уйти от удара, резко повернул вправо, но не справившись с управлением, вылетел на обочину и врезался в осветительный стол. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал. Серьезный материальный ущерб понесла Audi A8. Сейчас степень вины водителя и чья страховая компания будет возмещать материальный урон, также выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в 2 часа ночи очередная авария произошла на пересечении Тамерлановского шоссе и улицы Ахунбабаева. Рядом с рынком Бигжан. Здесь столкнулись грузовая автомашина КАМАЗ с прицепом и Audi 100. Легковая автомашина шла по Тамерлановскому шоссе со стороны аэропорта, двигаясь в город, а грузовик ехал в перпендикулярном направлении со стороны микрорайона Самал-3, направляясь к отделению коммунизма. Как рассказала пассажирка Audi 100, они въезжали на разрешающий сигнал светофора в то время, когда водитель КАМАЗа запоздало попытался закончить маневр. Нам загорелся зеленый свет, и мы выехали на перекресток. В это время грузовик тоже стал двигаться. Он выехал тогда, когда у него мигал зеленый свет, и он должен был остановиться. Но водитель продолжал медленно ехать, и когда мы увидели, что он не пропускает нас, стали тормозить, но остановиться не успели. Предотвратить ДТП водителю Audi помешала и погода. На мокром асфальте тормозной путь оказался значительно длиннее, вследствие чего и произошло столкновение. К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал. Сейчас, кто виновен в ДТП, выясняют сотрудники административной полиции. Возможно, в этом им помогут кадры камер наблюдения, которыми оборудован этот перекресток. В два часа дня на пуль дежурного спасательного отряда поступил вызов с улицы Халдаякова. Жители одной из многоэтажек сообщили о том, что в одной из квартир находится 65-летний мужчина, и, возможно, ему требуется помощь. Тревогу забили соседи, которые уже второй день не могли с ним связаться. При помощи слесарного инструмента спасатели, оперативно приехавшие на место вызова, вскрыли дверь и вошли в квартиру. Хозяина спасатели обнаружили в постели без признаков жизни. Как предполагается, он скончался в результате сердечного приступа. На место происшествия были вызваны участковый полицейский и криминалистическая группа, которые выясняют истинные причины смерти владельца квартиры. А в день часов вечера помощь спасателей потребовалась жителям 35-го дома, расположенного по улице Эбергенова. Владельцам одной из квартир пятиэтажки также потребовалось вскрыть входную железную дверь. Как рассказала хозяйка, она оказалась запертой на балконе, а в квартире при включенных газовых горелках осталась трехлетняя внучка. К счастью, с собой у женщины оказался сотовый телефон, по которому она и вызвала спасателей. В течение 20 минут оперативники отряда вскрыли дверь, попали в квартиру и вызвали хозяйку. Помощь подоспела вовремя. В происшествии никто не пострадал.